Пять уровней сознания. Как утверждают веды, существует пять уровней сознания. Анна-мая, прана-мая, манно-мая, вигьяна-мая и ананда-мая. Каждый из этих уровней характеризует ценности человека и определяет его потребности. Первый. Анна-мая-коша. Этот уровень сознания можно назвать сознанием грудничка. Как известно, ребенок все тянет в рот. Ценность того или иного предмета он определяет на вкус, съедобен, не съедобен. Когда ребенок сыт, он доволен и спокоен. Когда голоден, плачет и страдает. Все просто. В более широком смысле этот уровень характеризуется категориями базовых инстинктов человека и животных. Сон, еда, совокупление, оборона. Когда общество состоит преимущественно из людей с уровнем сознания Анна-мая или претерпела какие-либо катаклизмы, войны и эпидемии, главным критерием его успеха является наличие еды. Чем больше запасов еды, тем лучше. В более глубоком смысле это уровень выживания, поиска средств на поддержание основных потребностей тела, а также телесное представление человека о себе. На этом уровне пока нет представлений о глубоких ценностях и целях на жизнь. Нет долгосрочных планов. Второй уровень сознания – пранамая-коша. Это уровень энергии и здоровья. Прана есть жизненная энергия, благодаря которой человек живет и совершает действия. Переходя на этот уровень, человек начинает задумываться о здоровье. Когда человек решает базовую проблему с едой, он начинает задумываться, полезна ли та пища, которую он ест, правильный ли у него распорядок дня, есть ли силы на какие-либо свершения. На общественном уровне – это оборона страны. Третий уровень – манна-мая-коша. Уровень ума. Маннас на санскрите означает «ум». Функция ума очень проста – наслаждаться и накапливать информацию. Это уровень, когда человек начинает интересоваться тем, что ему нужно делать, чтобы расширить возможности чувственных наслаждений. Среди информации, к которой он наиболее восприимчив, человек выбирает материальный тип знания в гунах страсти и невежества. В глобальном смысле – это система материалистического образования. В мире существует много ученых, но большинство из них работают всего-навсего над тем, чтобы людям было комфортнее жить. Вся эта наука – ничто иное, как следствие активности беспокойного ума, и направлена, как это небанально звучит, на удовлетворение чувств. Без науки мы можем кататься с горки во дворе, а благодаря науке – на специальном аттракционе или быстром автомобиле. Но суть от этого не меняется. В основе – эмоции. Таков уровень ума. Манна Майя. Четвертый уровень – Вигьяна Майя Коша. Вигьяна означает реализованное знание, то есть то, которое вошло в разум человека и стало его твердым убеждением. Человек на этом уровне в своих поступках руководствуется не умом, а разумом. В жизни человека появляется возвышенная цель жизни, не связанная с банальными материальными интересами, и он уверенно идет к ней. Это уровень, при котором человек начинает интересоваться своим личностным развитием, не только психикой, но и познанием себя как души. Периодически он возвышается над материальным планом и обращает свое внимание на план духовный. Он еще полностью не переходит на трансцендентную платформу, но, по крайней мере, у него появляется устойчивый интерес к нравственному знанию в гуне благости. Такие люди живо изучают разную философию и стараются на практике реализовать полученные знания. Пятый уровень – Ананда Майя Коша. Уровень духовного блаженства. На данном этапе человек активно занимается духовными практиками, совершенствует себя и при этом продолжает исполнять свой долг в обществе. Так он достигает уровня сознания себя душой и начинает испытывать вечность, знания и блаженство уже в этой жизни. Возвысившись над гуной благости, такой человек переходит на трансцендентный уровень и укрепляется на нем. Его перестает интересовать материальный мир со всеми его материальными ценностями, и он лишь делает вид, что вовлечен в какую-либо материальную деятельность, чтобы не смущать других. Но, по сути, он ждет, когда придет время главного экзамена, чтобы раз и навсегда покинуть это бренное тело и окончательно разорвать какую-либо связь с миром материи, чтобы, переселившись в духовную область бытия, больше уже никогда не рождаться вновь. На каждом этапе сознания у человека появляются определенные ценности и наклонности. По мере роста уровня сознания он постепенно совершенствует себя во всех сферах жизни.